В этом коротком видео я хочу дать небольшое пояснение по поводу действий инструктора при проведении занятий в проекте отцы и дети О чем я хочу сказать? О том, что, допустим, как я это делаю у себя на своих занятиях, я очень редко привлекаю мам к занятиям Ну, практически, если у меня есть папы, то с мамами мы не работаем в зале в основном Мы работаем с ними уже, скажем так, в раздевалке и в коридоре Значит, в чем смысл? Сам проект отцы и дети направлен на несколько вопросов, которые связаны с папами Но первый из них очевидный Мы способствуем тому, чтобы налаживался и качественно повышался уровень контакта ребенка с папой Мы за счет этого контакта прививаем ребенку мужскую норму поведения Мы даем папе педагогический опыт Для того, чтобы он умел правильно себя вести и правильно держаться как со своим ребенком, так и с чужими Ну и, соответственно, есть пара-тройка моментов, которые связаны непосредственно с мамой Первое. Мы способствуем тому, чтобы мама отошла от опекунской нормы поведения И двинулась в направлении партнер-друг в общении, в отношениях со своим ребенком Мы стараемся всячески поспособствовать тому, чтобы мама в большей степени стала доверять папе вопросы воспитания ребенка Конечно, мамы скажут, ой, да мы только за, да только-только Но если начать записывать в повседневной жизни То количество беспокойства, рекомендаций, реплик, которые дают мамы при выполнении, ну, папами, совершенно простых задач Выйти на улицу, погулять, пойти с ребенком в магазин или еще что-то То по количеству вот этих самых реплик, замечаний, подсказок, которые где-то абсолютно объективны Потому что забыли одеть шапку на улице мороз, да Все остальные это ненужное беспокойство Которое так или иначе потом, как шаровая молния, начинает напрягать всю семью во всех направлениях и отношениях И последний момент это то, что мамам приходится объяснять там в коридоре и в раздевалке Что если наш проект базово, по инструкции, по закону работает с детьми 4-6 лет То с 3 до 4 лет, как я объясняю, мама должна отходить от опеки на 50% Отдавать ребенку его жизнь, его возможности И начинает туда включать новую норму поведения Это ту самую помощник, друг, партнер Которая работает под девизом Сделаем вместе, давай мы Именно поэтому мамы остаются в коридоре Они не смотрят, что у нас происходит Если у нас есть 1, 2, 5, 10 пап Там вообще вопрос короткий Вот есть папа, он посмотрит Никто там никого не обидит, если все боятся, что Юрий Александрович злой А когда есть несколько пап, ну мы мам просто разворачиваем Есть время, идите гуляйте, смотрите телевизор Это основные моменты Из-за которых на моих занятиях мамы практически отсутствуют Включаю я мам занятия Только на свое усмотрение Если, допустим, у нас есть 5 пап и 5 мам И тогда в некоторые игры Или в некоторые моменты проведения общей физической подготовки Я мам включаю так же, как живые тренажеры Или участники игры С целью проиллюстрировать им некое поведение детей И получить обратную связь Так ли они себе представляли, что вот они будут играть с детьми Вот получится вот то-то Что они такие замечательные Что вот именно все так, как они себе представляют И зачастую мамы, конечно, начинают понимать Что дети готовы на то, чтобы вот свою пружину там внутреннюю распустить во время занятий Ну и там кто, как говорится, не присел, не прилег и не спрятался Я не виноват Вот Это немаловажный момент Второе, мужская норма поведения Стоит среди 10 пап-участников быть одной маме Которая во время какой-нибудь около травматичной ситуации Я, в общем, это наблюдал лично Вздохнет Пускай это не ее ребенок Но представьте, насколько у них там все заложено Что среди всего большого коллектива Он получает один звуковой сигнал Ай-яй-яй-яй-яй-яй И все, и он сдувается И он будет к папе относиться так, как к маме Будет с него требовать заботу, там, ласку и все остальное В то время, как если нет мамы Папа просто говорит Потри, давай подую Ну вот, посиди пока на скамеечке Отдохни, поплачь А мы пока доиграем Как все пройдет, заходи к нам Все То есть акценты внимания ребенка с проблемой, с травмой Переносится опять на полян В зал В процесс игры В этом я вижу основные причины Почему мы мам непосредственно и не всегда Включаем занятия Вот если мамы участвуют в наших семейных культурных сборах Сибирская застава И живут там две недели или месяц Вот тогда Они, как полноценные участники Задействованы во всех мероприятиях отдельно для взрослых Где-то эти мероприятия пересекаются с детьми Вот там вот Со всеми комментариями, погружениями Когда процесс идет Мы можем мам переключить Ну и мамам там переключаться легче Почему? Потому что все вроде настроены на определенный уклад жизни Все участники готовы как-то над собой работать Действительно понимают происходящее И тогда мамы, как участники занятий, себя иначе ведут Ну и, соответственно, изменения в поведении как мамы, как ребенка Прослеживается более четко Ну и местами даже однозначно Вот, собственно, все, что я и хотел сказать Если у вас будут еще какие-то вопросы, задавайте А так, подписывайтесь на наш канал Ставьте лайки Ну и все, что там нужно делать Нажимайте, чиркайте и подставляйте Всем спасибо и до свидания Субтитры сделал DimaTorzok